Всех приветствую, у нас семинар, мы занимаемся тестированием в очередной раз, ведет преподаватель Александр Кораблин. Значит, сразу хочется сказать, это наш четвертый семинар в цепочке. Вот те, которые здесь на слайде перечислены названия, у нас, соответственно, по очереди были семинары по юнитестированию. Идея была такая, посмотреть разные варианты, какие есть, и попытаться, ну не то чтобы, конечно, сравнить, да, но хотя бы как-то определиться, какой может быть вариант. Не то, что предпочтительнее, лучше, да, а как-то оценить преимущества, недостатки вариантов, которые вот из этой серии были разобраны. Так как у нас сегодня последний, то уже можно будет где-то в конце, как некий завершающий момент, сказать, да, вот, пожалуйста, здесь у вас были плюсы, здесь были минусы. Сразу хочу отметить последний вариант, ну скажем так, и предпоследний-последний. В среде IntelliJ проходит вся вся демонстрация, среда NetBeans, естественно, знакома вам, да, но в ней то есть плагин, то нету плагину, то недоделанный плагин, то еще какой-то плагин. Но я так не могу работать, да? Вот, задайте мне среду, где я могу нажать кнопочку, и все работает. Поэтому и SPOC, и SCALA реализация, соответственно, будет, демонстрация будет в IntelliJ. Естественно, среда берется бесплатная, она прекрасно работает. Если эту среду сейчас запустить, вот что я уже сделал, то, как обычно, здесь нам предлагают, понятно, стартовая страница, создать новый проект. Значит, эта среда ни разу еще практически не запускалась, кроме того, что сегодня была установлена, GDK был установлен. Значит, первое, что мы обязательно должны сделать в конфигурировании, это подключить соответствующую библиотеку плагины, да, потому что, к сожалению, по умолчанию все включить нельзя. Делается это стандартно, вы нажимаете здесь волшебную кнопочку плагины в конфигурировании, и на вкладке, вкладке вот здесь добавить, инсталлировать плагин от какой-то там компании, допустим, да, вы можете посмотреть. И должна быть, пожалуйста, видите, да, возможность инсталляции соответствующего плагина. Так как сегодняшний вариант юнит-тестирования проходит с использованием языка Scala, соответственно, он должен быть установлен, библиотеки должны быть установлены, все должно быть установлено, и самое главное, среда должна это понимать. Она должна иметь возможность проект нам создать с учетом вот этих вот дополнительных возможностей и настроить. Слава богу, подобный плагин здесь, видите, совершенно спокойный, инсталлируется, качается и все подключается. Ну, дадим ему 2 секунды еще. Ну, вот 2 секунды закончились. 3 дадим. Итак, что мы получили? Рестарт, ну да, это понятно. Теперь должны мы запустить уже с учетом рестарт, с учетом новых настроек конфигурационных, чтобы они были учтены в исходных возможностях. Нажимаем создать проект. Может быть, я, конечно, зря изначально вот это вот не сделал, да, то есть надо было, может быть, с самого начала сказать, что надо показать было, что здесь не было кроме Java, да, вот Groovy, может быть, ничего. Вот у нас здесь появилась, видите, новая строчка после инсталляции плагина, где есть возможность включить и создать проект, в котором будут использованы язык, возможности языка Scala. Выбрали Scala. Здесь небольшой выбор, но вот берем то, что называется Simple, как он там прошифровывается, Simple Build Tool проект. Выбрали. Нажали Next. Ну, понятно, что надо все подключать. Версия здесь установлена. Не знаю, нам исходники не нужны. А вот JDK, конечно, должна быть подключена. Мы же Java будем тестировать в Unit Test, поэтому нам это все нужно. Где-то здесь я сегодня еще и Java установил в папочке JDK. Да, вот мы можем найти девятку рано пока еще. Восьмерка. Пусть будет восьмерка. Он не поддерживает пока? Я не пробовал даже. Вот NetBeans, девятка, они сейчас как раз в срочном порядке доделывают, чтобы уже было. Но как только вышла девятка, NetBeans все равно еще пока не было. Не успевают. Это же 0-1. Это разные команды, поэтому одни сделали платформу, другие должны срочно к этой платформе сделать, скажем так, возможность ее пользоваться из какой-то среды. Итак, подключили. Вижу, JDK у нас подключена. Ну и все. Осталась одна кнопочка. Завершить создание проекта. Так, хорошо. Ждем, когда это все развернется. Здесь какие-то сейчас она еще инсталляционные моменты выполняет. Что мы получим? Итак, смотрите, что мы получили. Вот еще чуть-чуть. Значит, у нас здесь есть подключенные библиотеки. Не знаю, стоит ли здесь во все это вчитываться. Пока, наверное, нет. Обратите внимание на структуру проекта. Здесь есть папочка Source, куда мы должны размещать исходные файлы. Причем есть папочка исходников, которые вот они у нас здесь будут писаться. И есть папочка уже тесты, которые будут для них создаваться. Так как мы делали проект изначально сконфигурированный под работу именно с языком Scala, то вот мы здесь папочки и видим только Scala, Scala и Scala. Вы скажете, ну, может быть, это... Мы же Java хотим тестировать. Не вопрос. Поддержку JDK мы включили в самом начале. И наша теперь задача, ну, например, чтобы там... Только вот я там смотрю, они еще что-то пока закачивают. Компиляторы какие-то. Я не думаю, что для создания нового каталога это нам сильно помешает. Я в папочке main нажму new, новый каталог. Ну, допустим, я хочу, чтобы четко мои все файлы джавские были в соответствующем каталоге. Ради бога, сюда мы нажимаем правой кнопочкой new. Видите, да, здесь можно что-то добавлять. Никаких проблем, ничего здесь нет. Вот она просто еще не до конца все скачала. Вот там Java еще сейчас только что прометкнул. Потому что здесь на самом деле, вот, видите, больше стало, да, возможностей. А тут ведь что мы хотим? Чтобы была четкая возможность добавить Java класс. Чтобы там, допустим, в папочку Scala была. Добавить там Scala класс и так далее. То есть нам это все нужно, чтобы среда загрузила и инсталлировала. Вижу, все необходимые процессы завершились. Ну, давайте накидаем здесь, тестировать какой-то элементарнейший код. Обычно всегда я пишу самый простой вариант класса. На Java, математика. Пару чисел сложить, пару умножить. Сожженно не принципиально. Масс. Улучшенная, естественно, математика. Enhanced. Все, нажали. Окей. Соответственно, здесь чуть, наверное, надо увеличить, да. Так, что она? А что она не хочет увеличить? А, здесь мышка не работает, да? Ай-яй-яй. Так, где у нас настройки всего этого проекта? Файл, project, settings. Вот они, settings. Нам нужен редактор. Например, что-нибудь покрупнее, покрупнее, 12. Сколько вам будет смотреть? До 18, наверное, да? Вот так. Нормально, видно? Вот вы далеко, но вы близко должны видеть все хорошо. Так, окей. Сделаем 18, чтобы с очень большой, мне тоже неудобно, я ничего видеть не буду. Без всяких мудроств не пишем. Первый попавшийся нам какие-то методы. Ну, лучше, наверное, член класса, чтобы мы видели, что да, можно создавать объекты, работать с ними. Короче всего писать int, потому что нам так будет проще. И реализация этой функции для сложения, для вычитания, для и так далее. Естественно, вы можете попробовать тестировать какой-то свой код, который у вас есть на Java. Но я для примера обычно беру, пишу все на лету, чтобы было видно, да, мы это все сделали. Так, следующая функция, которая будет вычитать, она делается копипастом. Заодно за счет копипаста мы получим еще и ошибочку. Вот, например, я сделал вычитание, забыл поменять знак операции на соответствующий. Все, с этим мы справились. Вот у нас есть класс код на Java. Точно так же просто здесь написать и main, и стартовать программу. То есть это нормально, поддерживается. Вы можете правой кнопочкой нажать. Видите, здесь есть у нас какой-нибудь, допустим, вариант. Где-то должен быть. Ну, сейчас я не вижу. Там уже было, может, на main было нажать. Или на source. Ну, в целом, вот, ладно, она не видит. Вот есть run, диалог. Потому что я ни разу не запускался, она поэтому там в горячих клавишах не показывает. Но мы можем запустить, отлаживать. В проекте Scala нормально можем работать с Java кодом. JDK же подключен. Хорошо. И Scala подключен. Чего не хватает? Тестирование. Scala тест. Мы же собираемся использовать, это язык Scala, а тестирование происходит с помощью соответствующей библиотеки. Нам нужна библиотека Scala тест. Не только она. Мы будем использовать заглушки, моки, которые позволяют отделить тестируемый код от какого-то внешнего, да, от внешних зависимостей. Это Scala МОК. Поэтому нам разумно сразу подключить все библиотеки, чтобы потом специально уже дополнительно не дописывать. Так, сейчас я наберу Scala МОК в поиске. Scala МОК. Смотрите, мы попадаем, вот есть такой сайт, ScalaMoc.org. Соответственно, зайдя на него, что-нибудь в виде Quick Start. И здесь нам говорят, ребята, если вы используете вот этот проект SBT, Simple Build 2, то вам нужно добавить зависимость в этот проект от, соответственно, от, что-то как-то оно странно сформатировало. Т-букавка где-то вот здесь у нас подвисла. Что это так и должно быть? Вот так, на весь экран придется развернуть. Мы должны вот эти две зависимости использовать. Добавить в проект Scala МОК и добавить в проект Scala Test. Прямо отсюда мы, конечно, копируем здесь версии. Все указано, все правильно, скажем так, последние варианты. Ctrl-C. И мы можем здесь в наш проект, обратите внимание, есть специальный файлик у этого проекта SBT. Вот тут, в конце, допустим, я добавляю вот эти две позиции. Соответствующие библиотеки будут подключены, выкачены. И здесь, в нашем проекте, мы сможем этими возможностями пользоваться. Ну, давайте, допустим, нажмем Build, Rebuild, Project, чтобы она, скажем так, увидела, что не хватает, вот тут вот Refresh. Вот он появился, Refresh Project. Вот его можно нажать. Ну, вообще, все вместе я нажал. Может быть, даже два раза получилось, но хуже от этого не будет. В любом случае, внизу вы видите, что теперь загружаются соответствующие зависимости, которые мы прописали в этом проекте. Соответственно, будут загружены библиотеки для работы с тестами и с МОКами. Некоторое время надо... Так нет, уже все выкачано. Уже, судя по всему, все подключено. Неплохо было бы в этом убедиться. Если вы посмотрите на подключенные внешние библиотеки, вот она, скала МОК, вот она и скала тест. Все автоматически, да, по сути, для нас никаких не лазить и скачать дополнительных модулей не пришлось. Все выкачала нам сама среда. Чему это все приведет? Это приведет к тому, что сейчас за счет наличия плагина, скала, за счет подключенных библиотек у нас появилась возможность не руками написать тесты, а сгенерировать. Ведь это же на первом, втором, где-то мы постоянно на этих семинарах говорим, что мешает людям создавать, писать, юнитестировать. Трудоемкость. Представьте, вот это тысячу тестов надо написать руками. Их сгенерировать надо. Поэтому я, где-то находясь в коде на Java, вот здесь, нажимаю правой кнопочкой и выбираю go to test. И мне предлагается интерфейс, ну, вначале спрашивают, хочешь новый? Я, конечно, мне ничего нету, хочу новый. Создать новый тест. И вот, пожалуйста, в появившемся диалоге мне предлагают выбрать. Ну, во-первых, здесь есть G-Unit, Spock, все, что мы разбирали до этого. Ну и главное, новый есть вариант. Вот он, скала-тест, выбран по умолчанию. Проект, потому что у нас скала. Дальше. Нам предлагают уже сразу сгенерировать тесты для, вот, пожалуйста, видят на Java код, методы, которые у вас там написаны. Ради бога. Мы его в прошлые разы обсуждали, здесь это не будем делать. У нас всегда есть возможность создать методы, которые вызываются до первого теста, после последнего теста, некая такая возможность что-то настроить, что-то потом отключить. Не будем здесь этим пользоваться, before-after всегда у нас есть. И еще одна интересная возможность, это надо уже смотреть на сайте скала-тест. Дело в том, что сами тесты, они могут быть написаны на языке скала, совершенно в разном стиле. Сейчас откроем, посмотрим. Их предлагается на вскидку, по-моему, порядка шести вариантов. Тот, который выбирается по умолчанию, вот он называется fun suite. Fun это от слова function. Он будет максимально похож на то, к чему мы привыкли в классическом программировании. Мы пишем функцию и дальше выполняем какие-то действия. Вы можете сказать, а мне больше нравится стиль, который, например, предоставляет среда Framework Spock, где у нас идет написание тестов в варианте business driving development. То есть мы как бы говорим, а нам надо сделать это, а мы хотим увидеть такой результат. В каком-то таком диалоговом режиме, как будто мы пишем сценарий, создается тест. Есть здесь похоже, есть к этому тоже приближенный вариант. Но сейчас мы возьмем, допустим, тот, который предлагает fun function вариант. Окей. Генерируется код. Пожалуйста. Класс наследует от этого, подключен импорт. Язык скала очень джава-подобный, очень гнем, скажем так. Ну, понятно, что его, как и любой язык, надо изучать полностью отдельно, вдумчиво. Но, скажем так, для тестов вы же не обязаны знать, есть язык. Вам нужно что сделать в любом тесте? Создать объект, настроить среду, параметры. Второй шаг – сделать вызов, сравнить результат с предполагаемым, который вы почитали на бумаге, неважно. Все. Реакцию система обозначит. Поэтому освоить вот эти вот некоторые такие шаги можно намного быстрее, чем изучить весь язык. Более того, наш код, который мы сейчас смотрим, вот он, появился в разделе тест, в разделе скала. Ну, назвали его там mass-enhanced, в общем, тест-слово в конце добавили, mass-enhanced test. Каждый тест обозначен, это его имя, с помощью вот такой, да, вот этой функции, которая будет именно тест, а не просто функция, где вы и должны написать соответствующий код. Все, пожалуйста, смотрите, вот все тестирование. Что мы можем и должны в каждом тесте сделать? У нас объект нужно создать, как он там, из Java. Кстати, помните, мы правой кнопочкой сказали, сделай нам тесты, и она уже сгенерировала необходимый код. Нам не нужно сейчас специально подключать Java-овский код, мы его видим отсюда, вы можете с ним работать, вы можете весь JDK использовать. Те же самые импорты придется писать, если вы будете использовать из других пэккеджей код. Соответственно, здесь мне сейчас, я нахожусь, по сути, в одном пэккедже, в одном, скажем так, пространстве имен. Ну, надо создать, наверное, переменную какую-нибудь, допустим, общ, пусть она называется. Я этот общ new и выделю память под mass-объект вот этого класса, видите, да? Вот он, пожалуйста, marks, она его видит. Все, создание объекта. Единственное, что здесь объект объявляется несколько, скажем так, иначе. Мы должны, типа, сказать, что мы создали переменную. Вот, вот, дальше. Теперь мы на этом объекте можем уже вызывать функции. Допустим, оп, штучка. Ну, видите, add, sub, все наличество. Хочу вызвать add, 2 и 3 будут складывать. Точки запятой в конце нет необходимости ставить. Итак, интерпретатор, который все это делает, вас прекрасно поймет. Да, наверное, результат надо запомнить, естественно. Мы создаем опять некую переменную, которая будет называться результат. И вызов нашего add туда можем поместить. Как мы дальше должны проверять? Вспомните любой фреймвок тестирования. Какой у нас способ для проверки? Assert. Всегда assert. Здесь ребята не стали изобретать какой-нибудь, да, абсолютно новый. Это правильно. Зачем изобретать, скажем так, абсолютно новое решение? Это усложнит и вам работу, и разобраться будет непросто с этой новой библиотекой. Поэтому у нас есть, естественно, тот же самый assert. Пожалуйста, вот он, assert. И условие, которое вы пишете в этом assert, если истина, то значит, тест выполнен успешно. Если это условие окажется ложным, значит, у нас произойдет ошибка при выполнении теста. И мы это в интерфейсе увидим. Итак, assert. Ну, в общем-то, есть предположение, что результат должен быть равен 5. Немножко ускорим написание второго теста, да. Итак, здесь надо только вызвать sub. И точно так же вычислить на калькуляторе результат. Все, пожалуйста. Видите, она не понимает. Минус 1. Это, как она считает, как операция такая сложная. Пытается воспринять. Ну, мы сделаем пробел, чтобы она понимала. Вот операция сравнения, а это минус 1. Литерал. Все. Правой кнопочкой. Run. Test. Тесты вначале регистрируются. Вот это как раз слово test, круглые скобочки. Это и нужно для того, чтобы зарегистрировать в системе соответствующие тесты. Вот они сейчас регистрируются. Потом эти тесты сразу запускаются на выполнение. И если тест, здесь можно попросить, чтобы мы видели и успешные тесты, и неуспешно завершившиеся. Add завершился успешно. Ну, а тест sub завершился с ошибкой. Если прям кликнуть, не просматривать весь этот лог огромный. Но если посмотреть только на результат, верхнюю шапку этого неудавшегося теста, мы видим, нам тонко намекает, что 5 не равно минус 1. Мы можем удивиться, откуда появилось 5. Ну, естественно, это вопрос уже дальше отладки. Мы убеждаемся, что вызов были параметры все корректные. Начинаем проверять здесь и говорим, опа, копипаст. И вот кнопочка рядом повторно запускает тесты. Все, можем сразу запустить эти тесты. Видите, в данном случае уже все тесты, естественно, завершились нормально. Все просто, легко и со вкусом. Вот они пишутся тесты. Генерация автоматическая есть, ассерты привычные и так далее. В общем-то, пользоваться, ну, на мой взгляд, умея тестировать, видя предыдущий какой-нибудь любой фреймворк, вы здесь разберетесь, много времени на это не потратить. Что здесь можно как некие дополнительные опции сюда показать? Например, какой-то тест может быть еще не написан. Вот я говорю, так, мне нужно тестировать тест, допустим, там вот еще функция заявлена, что она будет какая-нибудь называться, там, я не знаю, там, деление, divide, там, сокращенный, там, div, там, что-то. Поэтому вот такая функция, но автор еще не написал. Нету этого кода. И вы можете тест не писать. Если вы поставите здесь вместо слова тест игноры, то, соответственно, вот видите, она уже видит ее. То вы можете поставить вот так вот игноры, и все это будет игнорироваться. Обратите внимание, что тест, который вы игнорируете, не требует реализации. То есть заготовка на будущее. Я могу просматривать этот код и говорю, ага, вот еще у меня тут есть игнорирование. Можно сейчас запустить тесты. Что-то с игнорой я поторопился, да. Так, игноры, имя. А я, может, не тот игнора вызвал? Да нет, вроде тот. Ну, это надо документацию их не открыть, потому посмотреть, не знаю, на это надо разбираться. Потому что здесь, в принципе, может еще какая-то дальше там нужна, может, я не знаю, реализация какая-то там нужна. Не готов сейчас я сказать. Скала для меня – это тоже не мой родной язык. Поэтому какую-то, может быть, мы синтаксическую здесь ляп допускаем. Вот. Не сложно открыть на самом деле, совсем не сложно открыть документацию по Скала. Тест. Давай сейчас это быстренько сделаем. Нам там она пригодится. Так. Тест. Точно такой же сайт Скала. Тест. Где мы можем найти, вот она, смотрите, здесь есть Quick Start. Есть User Guide, где мы можем посмотреть, как это пишется. Например, написание своего первого теста. Это не совсем интересно. Использование ассертов. Это мы сейчас все сделали без проблем. Где-то здесь была возможность посмотреть на игнорирование. Готовый код надо просто глянуть, сравнить с тем, что мы написали. Чем им игноры не понравился. А? В каком? Вот в этом игноры встречается здесь. Вот он, игноры. А, судя по всему, что здесь написано, это другой немножко игноры. Неудачно мы открыли. Все-таки здесь надо читать документацию так. Не так, как я урывками. Там-там показал. Не знаю. Мне не понравился этот вариант с их не с игноры, потому что там другой класс, от которого они наследуют. Другой класс. Не знаю. Сейчас не смогу ничего сказать, почему он у нас упирается и говорит, что давай мне какую-то реализацию сделай. А вот однако. А вот однако. Он, скажем так, синтаксис мы поправили. Если запустить сейчас тесты, то видите, вот этот тест, который у нас написан, игноры, она здесь среда отметила, что он был игнорирован. Но когда я сказал, что его не надо реализовывать, это не значит, что не надо писать фигурные скобки тела метода. То есть внутри пусто, а не вообще все пусто. Поэтому всего лишь добавление фигурных скобок мы видим, что, пожалуйста, тест проигнорируем. И вообще можно отключить тест, который проигнорирован, здесь есть такая опция, да, успешные тесты отключить, проигнорированные отключить, чтобы сосредоточиться только, допустим, на проваленных тестах. Есть аннотации. Scala использует тоже аннотации. Можно перед классом написать addignore. И это будет игнорирование, выключение всех тестов в этом классе. Соответственно, вы же понимаете, что классов у вас может быть много. Вы можете легко включать, выключать. Что для нас может быть более интересно? Дело в том, что написание тестов вот в таком процедурном стиле, в функциональном стиле, в общем-то, это классика. По-моему, я как раз не закрыл эту страничку, посмотрите. Здесь как раз есть возможность, когда показывается Scala Test, выбрать, как они пишутся. Вот у вас тест в виде функции. А вот посмотрите вариант тестов, который называется FlatSpec. Видите, он как раз поддерживает стиль, когда у нас идет как сценарий. Вот у меня здесь будет написано. Такой-то тест, там что-то должен в таком-то, там, и так далее. То есть оно будет, так, скажем, немножечко более словами подробно расписано. И если привыкли авторы, которые пишут тесты, да, вот именно к такому варианту, вот видите, да, например, определить, определить, потом это должно быть, то вы можете выбирать из большого числа, а это вообще словами. Потом, когда, после. И очень вот этот уже вариант больше похож на то, что мы делали в спорте, где прямо надо было писать, если, там, when, то, then и так далее. Вот, пожалуйста, вариант похож. По сути, ребята, не мучаясь, посмотрели и сказали, а чего бы нам не поддерживать несколько вариантов, если у нас такой замечательный гибкий язык Scala. А люди выберут то, что им ближе, то, что им привычнее. Правильно. Очень разумный подход. Вот мне ближе писать вариант какой-нибудь с, вот этот прооснован на проверке свойств, видите, property, spec. Мне проще, вот, например, писать все-таки вариант такой более классический, функциональный. Не знаю, ну, так получилось все-таки программируя на C, Java, C Sharp, да, такой классический языки. Конечно, у меня есть языки, которые, может быть, более своеобразные, но там тоже функции, это тоже более, скажем, для меня все равно близкий способ. Давайте мы попробуем взять другой вариант. Я опять, переключаясь на Java, нажимаю где-нибудь здесь правой кнопочкой, go to, и скажу, а дай-ка ты мне другой вариант теста. И новый снова сделаю. Ну, надо класс поставить, что он второй. Второй, я выберу наследование не от fun, не от fun, а вот от того, который позволяет все-таки чуть больше словами писать. Flat spec. Вот. Подключаем его. Ну, конечно, давай мне какие-нибудь тесты сгенерируй. И, пожалуйста, второй набор для тех же самых Java-овских методов, второй вариант набора тестов. Видите, как он пишется? Это должно быть. Там можно и через must писать, и через shoot, кому что нравится. Вот это я сейчас уберу, мне этот, мне нравится. Момент. Я вместо it напишу имя. А вот это вообще выкину отсюда. И что получится у меня? Смотрите. Значит, теперь это будет выглядеть так. У меня, начиная вот с этого слова, как бы будет категория. Я говорю, вот в этой категории тестирование mass-enhanced должен быть add, который должен дать такой результат. Должен быть. А it заменится на это же имя. То есть у меня будет внутри раздела несколько тестов. Если я ниже напишу тест, который начинается с другого слова, а потом пойдет it, опять это будет еще одна категория со своим набором раскрывающихся. Открывающихся опций. Что писать внутри? То же самое. Можно писать то же самое. Если я вот этот код не поленюсь. А я не поленюсь. Я его туда переброшу. То вот, пожалуйста, это у меня сложение. Соответственно, то же самое. Перебросим и получим теперь вычитание. Так, сделано. Правой кнопочкой, но уже в втором тесте, вот он run. Запускаем его. Должен зарегистрироваться. Должен. Вот, видите. Собрано. А тут открывая категория, там идет должен складывать, должен вычитать, должен там тот и так далее, и так далее, и так далее. Вы скажете, ну, в принципе, он ничем таким особенным не отличается, кроме, может быть, на... То есть, имя метода теперь как бы такое, ну, практически это верхняя строка. Это такое сложное имя метода, где включаются категории, там какие-то же элементы. Имя пишется в таком вольном стиле, да, практическим. Но здесь есть продолжение. Продолжение. Ведь в чем сложность теста? Создать объект и вызвать метод – это... Ну, что тут? Методы написали вы, какие параметры передавать, что тестируют. Вопрос, в общем-то, легко решаем. А сложность состоит в том, как проверку написать. Вот этот ассерт. Этих может быть много разных нюансов. И вот сейчас я выкину этот ассерт, который работает, но он очень невыразителен на самом деле. Хотя здесь можно, например, поставить запятую, написать какой-то текст, там что-то сказать. Вот это плохо все пошло. И вы это увидите, этот текст. Вот я сейчас специально покажу. То есть, там есть какие-то опции, позволяющие показать. Вот оно, да. Видите, вот мой текст здесь написан. Он будет... Ну, что-то можно поиграться в это. Но я не хочу сейчас ассерт. Я хочу более интересный вариант сравнения результатов. Для этого мы должны добавить здесь то, что называется объекты Matchers. Matchers, которые отвечают за сравнение. Это вам позволит делать почти любые проверки. Вот сейчас я их найду здесь. Matchers. Где они? Вот они. Использование вот этих вот... Значит, ну, во-первых, надо добавить, конечно, сюда импорт. Добавить, чтобы не писать каждый раз вот эти сравнения. И все. Перед нами открываются совершенно новые горизонты. Давайте будем добавлять прямо здесь. Значит, я пишу импорт. Что-то копирует. Там ничего не показало, что импорт.org. Так, точка... Точка... Вот он сказал, тест. Вот он сказал, тест. Точка Matchers. Вот они. Matchers. Точка с подчеркиванием. Подчеркивание говорит, как звездочка в Jai. Все. Давай, все. Все? Так все. А теперь я могу не писать ассерты. Теперь у меня появляется возможность... Посмотрите, как написать тест. Допустим, вот здесь внутри фигурных скобок я вычислил какие-то... Выполнил какие-то действия. Ну, например, создание объекта. Видите, дублируется код. Да. Я говорю, а что это не сделать бы членом класса создание объекта? Да. Вот этот вот объект я выкину отсюда и помещу его как член класса. Вполне разумное, наверное, решение, чтобы меньше было дублирования. Выбросил его. А дальше можно следующее написать. Вызываю функцию. Вот он. Обтш. Сложение. И дальше пишу. Should be. Сколько там мы хотели? Пять? Пожалуйста. Должно быть пять. И, ну, да, в нижний код понятно, что можно переделать точно так же, потому что какая разница. Но могу оставить там ассер. Давайте запустим. Нет, туда попал. Давайте запустим. Сейчас она заново обновила. Вот оба теста выполнились. Нет, результат будет такой же. Просто синтакси совсем другой. Вы видите, да? Должно быть пять. Если здесь я, например, где-то напишу, что это неверно, то вы увидите, по сути, то же самое исключение, которое возникает в этом проваленном тесте. Вот оно пять, не равно четырем, где это произошло. И пошло, пошло, поехало. Но смотрите, какая запись оригинальная, да? Какая оригинальная запись. А попробуйте вот такое написать с помощью каких-то других библиотек. Представьте, что у нас немножечко математика не такая целочисленная, да, как мы сейчас сделали. Результат пять. А у вас, например, числа с плавающей точкой. А числа с плавающей точкой ведь на равно сравнивать неумно, да? И если у вас получилось 4, 9, 9, 9, то это не пять. И проверяя, а равно ли оно пяти, вы скажете, ну там в ассерте же можно написать. Можно. В ассерте есть возможность указать диапазон. А посмотрите, как здесь пишется диапазон. Я говорю, у меня должно быть пять. Пять. Ну тут надо ставить точку, допустим, ноль. Плюс-минус. Ноль. Ноль один. Это не получилось. Скобка куда-то делась. Круглая. Не хочет. Почему? Вроде выглядит неплохо. А выглядит неплохо. Ну давайте нажмем на запустить. Может быть это... Intel снеет. Нет, не видит. Не видит, не видит. Так, что тут ему может не нравиться? Шутби написано правильно. Странно. Может быть результат, который возвращает add. Я думаю, это связано с типизацией. Видите, она пишет про перегрузку. Все дело в том, что, конечно, здесь предполагается, что такая проверка делается все-таки для чисел с плавающей точкой. Ну да, она пытается найти результат, а результат add возвращает int, а тут же динамически пытается подобрать правильную проверку. А у нас тут double, там int. Ну ладно, ничего сложного. Можно в jive в конце концов написать, что она и double возвращает. Не так-то сложно. Пусть на вход int, на выход double. Имеем право. Видите, она сразу сказала, ну да, теперь нормальная типизация. И получается, у меня значение должно быть 5 плюс-минус 0,01. И будет это работать? Куда оно теперь денется? Теперь уже все будет работать. Ну, пропал этот диалог запуск теста. Вот он, run. Пожалуйста, вот оно получилось. Если мы сделаем, да, допустим, что здесь у нас будет, ну, как мне не попасть в диапазон? Наверное, как-то можно написать 3 плюс 3. Уж точно не попали в этот диапазон. Давайте такой тест запустим, чтобы вы увидели, как это будет написано в проваленном тесте. Видите? 6, не 5, плюс-минус 0,01. Да? Все? Да? Не попадаем в диапазон? Пожалуйста. Вот такой синтаксис записи диапазон выглядит вполне современно. Дальше вы будете изучать уже сами, кому это понравится. Ну, посмотрите, что здесь есть. Тут вот список возможностей какой. Мне, например, очень понравился, ну, тут разный вариант записи, мне B нравится. Должно быть. А вот, например, у массивов можно спросить length, size, у коллекции, у кого какая она сама найдет. Если есть свойство length, size, она его использует. Если это, ну, и так далее. Очень умная. Очень умная. И работает с Java, с Scala коллекциями. Вот это прекрасно. Вы можете проверять, что строка и еще регулярное выражение, да? И какая-то часть заканчивается, начинается или совпадает. И регулярное выражение. В одну строчку. Вот очень красивый вариант. Вот очень красивый вариант. Так, стоп. С коллекциями. Ну, этот диапазон как раз мы сейчас попробуем. Смотрите, вот 6 плюс-минус 2, не знаю, надо смотреть. 6 плюс-минус 2, наверное, будет работать. Но тогда мне надо же слово сделать, чтобы сложение было интами. Ну, как-то для целых чисел плюс-минус 2, ну, не знаю. Целые числа можно на равно проверять. Вот. Вот это красиво. Смотрите. Содержит коллекция один из элементов. Вообще неплохо. То есть вы возвращаете какие-то данные, проверяете, что там есть, и дальше указываете один из. А можно просто содержит что-то. Или вот как здесь один из. Богатый выбор. Содержит все. И так далее. Только. Ну, на все случаи жизни. Список вот этих вот вариантов, которые вы можете записать, вполне позволяет решить большую часть задач буквально в одну строчку. Так, хорошо. Ну, это всякие здесь, они уже дальше используют возможности. Видите, там, работа с коллекциями, Java коллекции, мапы. Да все. Все видит, все работает. Ну, размер, размер, сайз мы уже видели. Содержит все это, да, пожалуйста, прекрасно. Что еще интересного они сделают. Асинхронный тест. Конечно, может быть, тут надо найти ситуацию, где это понадобится. Так я сходу не готов сказать, что вот здесь вы без асинхронного тестирования точно не сможете ничего сделать. Но есть асинхронные тесты. Я пробовал, работает. Значит, как это выглядит. Вот те же самые тесты. Надо добавить слово асинх. У нас там был флэтс, да, можно добавить слово асинх, соответственно, импортировать в нужную библиотеку. Что у нас получится? Вот здесь надо представить мысленно, что вот эта строчка, где мы вызываем функцию, она долгоиграющая математика. Допустим, там на 30 секунд, 2 минуты. Ну, действительно, какая-то очень серьезный расчет. И что получится? Вот если бы это был обычный тест, я бы в этом месте бы затормозил, да, и, соответственно, ждал когда-то 5 минут. И что внутри вот этого теста с названием, вот этот вот, вот с этим названием, что туда ниже идет после долгой операции синхронной, я бы туда не провалился, пока она не завершилась. А здесь провалюсь. Я создал вызов и положил результат. Видите, в Java тоже есть такой тип данных, future. Я использую объект будущее, в котором будет сохранен результат, интеджер, когда завершится эта функция. Когда она завершится? А это не мои проблемы. Я связываю с этим future какую-то проверку, и этот код завершается моментально. Если у вас ниже будет написан еще какой-то код, еще какой-то код, именно в этом тесте, то он будет выполняться. А тот future, ну, когда выполнится, тогда этот ассерт проверку сделать. Вот это будет асинхронный тест. Асинхронный тест. Понятно, что запуская в среде асинхронный тест, они будут последовательно друг за дружкой. Ведь нужно же в интерфейсе результат отобразить. Поэтому, ну, тут, а вот если вам нужно в одном тесте несколько операций, и не хотите ждать те, которые были сверху вызваны, а хотите, чтобы ниже и ниже выполнялись дальше проверки, то это можно все сделать с помощью такого асинхронного теста. Ну, и самое для нас интересное. Как изолироваться от внешнего мира? Вот они, всякие использования МОКов. И для нас важно, посмотрите, здесь поддерживается этой библиотекой скала, скала-тест, четыре варианта. Хочешь свои родные, хочешь какие-то использовал раньше. Вот вместе с G-Unit я тогда показывал G-Mock вариант использования для изоляции от каких-то внешних объектов. Здесь есть свой собственный скала-мок. Естественно, я не мог пройти мимо, так как скала-скала-мок, и мы их уже подключили, значит, ими можно пользоваться. Вы можете сделать вот эту заглушку на функцию, на интерфейс, даже на объект можно поставить такую заглушку. То есть варианты, видите, да, здесь любые и здесь любые. Давайте что-нибудь простенькое попробуем. Но для того, чтобы пробовать нам данный интерфейс, люблю делать, у меня нет интерфейса. Не вопрос. Семь секунд он будет. Так. Делаем интерфейс. Ну, если мы вычисляем и масс. Интерфейс для расчета. Соответственно, в этом интерфейсе у меня будут методы. Уже double все. Ладно, пусть будет double. Double add. Соответственно, с двумя работой тентами. Копипаст надо использовать. Так, все равно быстрее. И у нас будет еще один метод. Брат-близнец для вычитания. Все вычитание sub. Есть. О, он-то и будет его реализовывать. Да, implements и imass. Сделано. Реализация интерфейса. Отлично. Что мы будем тестировать? Тестировать мы будем сейчас совсем другой класс. У нас появится класс, который занимается какими-то расчетами, вычислений. Без разницы. Как он это делает? Важно, что этот класс мы должны написать. В класс мы помещаем метод, который что-то вычисляет. Double у меня все возвращают. Ой, не нравится мне этот double. Ну ладно. Пусть будет double. Пусть будет double. Ничего не сделаешь. А нужно мне, чтобы он что-то возвращал. А не нужно. Войдет он будет. Он должен сделать расчет. Может быть построить график на экране. Метод называется выполни работу. Так, его надо, конечно, здесь реализовать, потому что его-то мы будем тестировать. Этот метод что будет делать? Он будет получать на вход какие-то волшебные числа, исходные данные. Он будет получать и объект, который отвечает за функционал. Объект, любой объект, который реализует интерфейс математика. Вот это и будет мой функционал, который я и начну тут использовать. Допустим, я говорю, давайте мы попробуем создать переменную на результат. Эта переменная должна быть равна f.add и складываю a и b. Ну и хватит. Нет, в смысле не хватит. Совсем не хватит. И вторую вызову. Второй сделаю вызов. Я говорю, и вторую у меня должен быть вызван метод add, который берет уже результат. Вот я не хотел, чтобы был double, потому что здесь получаются разные типы. Ну, Java, конечно, обидится, когда вместо int ставят double. Нам придется сейчас явное преобразование типы сделать. Я говорю, и сюда еще раз добавь b. С точки зрения Java здесь требуется явное преобразование типов. Я говорю, нет, хочу int. Ну, ради бога, хочешь получить. Вот кого мы будем тестировать, the work. Генерирует ради этого специальный тест я не буду, в существующий добавлю. Просто добавлю. Итак, во второй буду добавлять. Пишем новый тест. Ну, ускорим написание теста путем, путем, путем копипаста, да? Раз не хотели генерировать, это должно. Хотя это вообще не это. Это же другой класс. Нет, давайте по-человечески. Увидите, что новая категория появляется. Итак, work должен работать. Ну, как мудро. Что он должен делать? Как я написал там код, метод. Метод, надо объект создавать. Не хочу создавать объект. Мы уже создавали. Пусть это будет статический метод. А тогда я могу обратиться к его, к вызову этого статического метода. Каким образом я могу обратиться? Да, по полному имени. Все замечательно, все просто. Здесь пишется. Так. Значит, сейчас только надо подумать, что мы делаем с этим вызовом и с этим результатом. Результат у него void, поэтому никуда ничего присваивать я не буду. А полное имя. Полное имя. Work. Точка. Видит метод. Ждет параметры. Ну, не знаю. 3.7. Запятая. И она ждет интерфейс. Интерфейс. Кто у нас реализует интерфейс? А вот объект, который мы сверху создали. Он и поддержит этот интерфейс. А потом мы его заменим на mock. Итак. Я вызвал doWork. А он у нас какой? Void же, да? А что я проверю? Вот я вызвал его. Он void. Так. Так у меня же получилось. Да. Я мог, конечно, сделать ему возвращаемый результат. Ну, вот не нужно. Автор решил, что не нужно. И вот, пожалуйста, что я могу проверить с помощью ассердов? А ничего я не могу проверить с помощью ассердов. Понятно, да? Видите, обычный тест, он здесь какой-то получается незавершенный. Конечно, с помощью вот этих ассердов можно, например, проверить, что он завершился без исключения. Завершился с исключением. Но это есть и в G-Unity. Ничего сложного. Я могу сказать, что метод обязательно должен сгенерировать исключение. Допустим, если я организую ему какое-нибудь целочисленное деление на ноль. Это можно протестировать. Это все в ассертах есть. Но здесь мне нужно тестировать поведение. Поведение. Я должен знать, что там происходит внутри этого DoWork. А кто мне это позволит сделать? Ну, в данном случае неопт же. Мы можем вместо объекта моего, который реализует интерфейс mass, подставить сюда объект mock. Но у нас код не готов к написанию mock. Здесь не хватает импорта, чтобы пользоваться новыми классами. А может она сама добавит? Давайте попробуем написать mock равен mock. А здесь такое простое слово. Просто mock. В квадратных скобочках я должен написать имя интерфейса, который требует реализации. Вот так. Видите, интерфейс видит mock. Эй, можешь мне сгенерировать? Эй, нет, не хочет. Ну ладно, не хочет. Добавим руками импорт еще один. Может быть, как-то это можно сделать. Не знаю. Заставить ее. Орг. Точка. Скала. Скала. Мок. Здесь пишется, естественно, вот он, да? Скала. Мок. Потом пишется точка. Скала. Тест. Скала. Тест. Точка. Мок. Фэкти. Нормально. Нормально. И чтобы не писать лишние слова, чтобы не писать лишние слова, мы здесь добавляем возможность использовать вот этот вот смог в фэкторе автоматом, чтобы сама среда видела, что да, там надо его использовать. И вот он здесь. О, видите, уже мог нормально. Уже не красного цвета. А М почему красный? Что? Что? Вал нужен, конечно. Вал нет. Это плохо. Это я все иногда пишу в стиле. Ну, не стало уж точно. Итак, мы создали. И ее можно подставить сюда. Вот эту вот заглушку-то вместо моего объекта. Все. Пожалуйста, смотрите, как замечательно. Вы скажете, а что изменилось? Что он будет для нас делать? Ну, не знаю. Сейчас запустим тест. Во-первых, увидим, что оно работает. А или не работает. А что у нас здесь какая-то ошибка в масс? Шесть не попадает в диапазон. Действительно не попадает. Теперь попадает. Так. Давайте сейчас я вначале подставлю сюда мой опш. Так как я не поставил никаких ассертов, никаких проверок, то сейчас я запускаю тест. И вот, смотрите, выполняются те два. И work выполняется со своим should do work. Почему он выполняется? А exception никаких не было, ассертов никаких, которые бы сказали, что условий не выполнилось, нету. Нормально он отработал, не рухнул. А вот я сейчас ставлюсь на mock-объект. И точно так же запускает тест. И он сразу говорит, что непонятно что. Непонятно. Почему? А дело в том, что я объекту mock не дал никаких инструкций. Я должен настроить так называемые ожидания, да? Сказать, что предполагается, что будет вызвана такая функция с такими параметрами или такая с такими параметрами. Я же ничего не сказал. Он считает, что ничего не должно быть. Вот если я сейчас в дувок зайду и все закомментирую, будет успешно. А он говорит, смотри, тут у тебя mass был вызван, add был вызван с параметрами 3.7. Где ожидание? Я говорю, опа, действительно, ожидания-то нету. Прежде чем вызывать, надо настроить этот объект mock. Как он настраивается? В скобочках пишется m.add. Там скобочки еще появились, скобочки не нужны. Это не вызов add, это настройка. Я говорю, add может быть вызван с любыми параметрами. Но ожидается. Expect. Ожидается. Что? Ожидается, что параметры будут. А, 3.7. И точка. Результат. Returning. Результат. Ну, в общем-то, должен быть десятка. Вот если кто в GUnity писал эти ожидания, там, ну, не то, что 10 строк кода, да, но чтобы вот так в одну строчку все просто было, легко умещалось, нет, GUnity так не умеет. И вот этот ожидание я поставил, все, он будет проверять эти ожидания. Смотри, сейчас он мне скажет. Он скажет, ну смотри, у тебя опять все провалилось по той причине, что там еще что-то вызывается. Я говорю, да, действительно, у меня же метод-то do work, он там еще что-то вызывает. Я говорю, да, смотри, он должен еще вызывать вот что. Я пишу здесь сейчас другой вариант. Я говорю, он должен вызывать саб. Ну, так по документации положено. С параметром, а как он там вызывает? С параметром, ага, результат переходит в первый параметр, а второй идет все равно вторым. То есть здесь предполагают, что идет результат 10. Из него должен, так как это саб, вычитается семерка, и должен быть результат тройка. Вот так. Задумано. Я вызываю, оно рушится, я начинаю проверять do work, почему он моим ожиданиям, скажем так, не попадает. Он говорит, ты смотри, там был вызванный ад с десятки. Я говорю, какой ад с десятки? Должен быть саб с десяткой. Иду сюда, говорю, о, кто что-то опять-то копипастом занимается, опять забыл, что надо вызывать ад, потом саб. Вот так математический алгоритм требует. Вот так. Запускает тесты. Он это все снова запускает. И смотрите, видите, он полностью прошел успешно. Никаких ошибок, ничего нет. Почему? А потому что все, все ожидания отработали. И если сейчас я сюда поставлю какое-то другое еще ожидание, еще какого-то вызова ожидания, каких-то других результатов или параметров, он точно так же, этот МОК-объект, все проверит, увидит, что есть отличия и выдаст вам исключение. Мне вот это понравилось элегантно, абсолютно элегантно. Создание самого МОКа, настройка его, скажем так, поведения выглядит очень-очень компактно. Что можно сказать в заключении про скалу? Про тесты на базе этого языка? Ну, они могут все, что и любые другие варианты. Поэтому каких-то проблем здесь не видно. Давайте к слайду перейдем вот к этому. Что у нас было? Unit, g-unit. Это Java. Поэтому здесь не требуется изучать что-то нового. Но синтаксис все-таки требует написания, особенно МОКов, ожиданий. Ну, в общем, достаточно код не то чтобы большой, но требует усилий. Тест NG. Вся конфигурация идет в XML. Это на любителя. Два последних. Они позволяют вам использовать не только тест-драйвинг-девелопмент, но вот этот вариант написания сценариев. А в скале еще есть выбор. То есть там можно такой стиль, сякой стиль. Вы можете выбирать. Не помню, я в Груве, вот когда смотрел, там написание... Нет, почему не помню? Я помню. Но написание МОКов там свой синтаксис, абсолютно свой. Оригинальный, но он самостоятельный. А здесь у нас плюс. Вы можете использовать свой, можете использовать библиотеку какую-то. Может, у вас уже написано все. GMOK, например. Я бы поставил вот так. Я бы поставил сюда большой плюс и большой минус. Плюс связан с тем, что поддерживается достаточно элегантный синтаксис и возможности любые, и библиотеки для написания МОКов разный. Минус то, что надо изучать новый язык. Если вам язык скала незнаком, то надо было бы потратить немножко... Вот я вал не писал, да, еще что-то не писал. Но надо потратить какое-то время, может быть, пролистать какую-нибудь одну книжечку, там найти в электронном виде. Все-таки по языку, все-таки надо пролистать книжечку по скала, да. Потому что пытаться угадать синтаксис – это не есть хорошо. В любом случае. Ну вот, на мой взгляд, вот здесь вот так вот все вполне прилично. Но, может быть, хочется чего-то большего. Вот, пожалуйста, вам есть вызов. Посмотрели, изучили язык скала. И, соответственно, можете пользоваться вот этими новыми возможностями. Так что, конечно, явного лидера и не должно было быть. У всех вариантов тестирования есть свои поклонники. Но скала позволяет тестировать что? Java, скалу и JavaScript. Тоже неплохо. Это тоже в плюс идет. Примерно на этом, я думаю, что у нас все. Если вы хотите использовать Test Drive and Development, да, вы можете вначале написать тесты, а потом вам надо писать под них код, и опять нужно писать код. Если вы хотите научиться писать код, то приходите к нам, мы вас научим писать код. Тесты на наших курсах по Java, по C-Sharp и так далее, по веб-программированию, ради бога. Еще один такой небольшой анонс. Смотрите, какие у меня будут появляться в следующем году семинары. Я в следующем году, немножко с тестами в этом году уже мне хватило этого. Поэтому все семинары, которые у меня будут в следующем году, они будут посвящены всей одной теме. Язык статистического анализа R. Это новый курс, я его уже читаю, но, скажем так, какие-то интересные моменты в курс могут и не уместиться. А здесь у нас будет вполне время в рамках одного академического часа, плюс-минус там, посмотреть какие-то интересные, интересные возможности. Ну, собственно говоря, на сегодня все. Если есть вопросы, если вопросов нет, то всем спасибо. Всем, кто был в вебинаре, спасибо всем, кто присутствовал в группе. И успехов!